Привет, друзья! Андрей Сиротин, портал Goho.ru Какой-то волной нас стал накрывать ностальгическими приставками Это Dendy, скоро появится Sega, Nintendo выпустила свою старую консоль Сейчас PlayStation И я вспомнил вообще свое детство, с чего я начинал Собственно, начинал я тоже с консольного гейминга Я приехал из пионерского лагеря и дома застал, как мой дядя играет в Бомбермена Этот случай лег на моей памяти, на моей душе таким сильным отпечатком В общем, я решил раскрыть тему и развить с того, вообще с чего можно начинать консольный гейминг Особенно вообще гейминг, не будем консоль Гейминг, мы плавно подведем консоли, но начнем с гейминга Собственно, у меня дочь подрастает, ей уже 7 или 8 лет Сын растет Да, и с чего лучше всего начинать играть Телефоны, мерзопакостные изобретения детям давать крайне не рекомендую Это ужасно, лучше обычные кнопочные Играть в компьютер, у дочери есть свой ноутбук, но играть на нем невозможно Остается, собственно, консоль И какую консоль взять для начала, для вхождения в мир игр Собственно, у нас есть два больших тайтла, да Но я расскажу сегодня именно про консоль от компании Microsoft Это Xbox One S Вот этот вариант сейчас, он в белом цвете у меня представлен на столе Это уже вторая итерация консоли Xbox One Потому что у меня, смотрите, здесь есть первая версия консоли Она, в принципе, только консоль, она примерно размером вот с эту коробку Все, но помимо консоли, тут еще есть вот такой огромный блок питания Он, ну, сказать, что он неудобный, это ничего не сказать Вот он, тем не менее, такой есть И громоздко Громоздко, я вообще не люблю блоки питания, они не очень Смотрите, есть такой вариант Консоль Xbox One S в текущем поколении Стоит она всего от 16 тысяч рублей На Яндекс.Маркете начинаются цены За эти деньги, давайте посмотрим, что мы получим Честно вам скажу, это уже второй дубль Я ее распаковывал, но плохое видео получилось Поэтому тут немножко все будет открыто Во-первых, вы получите геймпад Вот такой геймпады у Xbox'а работают на батарейках Это, с одной стороны, не плюс, с другой стороны, минус Потому что иногда удобно заряжать его через кабель от приставки Можно пойти в магазин и купить сюда Продается, как он называется, блоки питания В общем, адаптер, и он будет работать не от батарейки, а от него Провод питания для подключения 220 вольт И, само собой, HDMI кабель для подключения к телевизору И, та-та-та-та Консольчка Смотрите, как сейчас выглядит консоль Xbox One S Маленькая, вот такая Блок питания встроен уже внутрь Соответственно, есть дисковод для тех, кто до сих пор пользуется дисками Но лучший способ, который сейчас есть на рынке Это использование, конечно, цифровой загрузки Особенно, если вы делаете предзаказы Вы имеете возможность раньше игру скачать Раньше патчи, всякие бонусы получаете И так далее Собственно, почему я рекомендую начинать консольный гейминг Вообще, гейминг именно с консоли компании Microsoft Помимо того, что, собственно, большой бренд Хороший Стоит приставка недорого Что большой плюс у Microsoft То, что есть программа, которая называется Xbox Game Pass Это программа доступа к играм по подписке И стоит она, кажется, 600 рублей в месяц Либо там какие-то сильно меньшие деньги Если вы оплатите сразу год Но за эти деньги вы получите доступ сразу к каталогу Который компания Microsoft представляет Туда входит уже сейчас сразу более 160 игр И это, в принципе, не какие-то только инди-проекты Это достаточно хорошие и сильные тайтлы И в том числе новинки, которые эксклюзивно выпускает компания Microsoft И вы можете получить к ним доступ заранее Плюс у компании Microsoft есть подписка Xbox Live Gold, кажется, называется Который предоставляет возможность доступ к сетевым функциям А также действительно большим скидкам на разных распродажах У меня знакомые, которые пользуются консолью от Microsoft Они именно восторгаются Они все время меня пинают Что, Сиротин, вот ты пользуешься другой консолью А у нас с подпиской действительно хорошие скидки дают И это позволяет экономить достаточно сильные деньги на распродажах Вот, плюс В прошлом месяце посетил так называемый Xbox Family Day Который компания Microsoft организовывала для партнеров и друзей Проводили у него в Китзане Где с удовольствием послушал про то, что именно в этой консоли есть родительский доступ То есть вы можете ограничить определенный контент для вашего ребенка То есть, допустим, чтобы он играл в игры там с рейтинговым не выше 12+. Это здорово, я считаю, потому что в нашем мире, извините, дерьма и так полно А если еще ребенок будет играть в игры, где будет кровь, кишки и вот этот Дока 2 То это вообще не очень Плюс, вы сможете посмотреть, во что ваш ребенок играет И, например, какие сайты посещать, какие видео смотрят Потому что это, в принципе, мультимедийная платформа Она позволяет и интернет серфить, и браузер там есть И всякие потоки, потоковые сервисы, типа Netflix, не Netflix Все там есть, все это можно использовать Все классно Вот, и, ну, как-то вот так Пожалуй, 16 тысяч рублей Новый год Недавно, буквально два дня назад, у меня знакомый тоже спрашивал Какую консоль посоветую Нам, правда, не лайтовую версию, а про более профессиональную спрашивал Вот, и он склоняется, Сергей его зовут Это непридуманный персонаж, он действительно есть И мы с ним общались И он спрашивал, какую взять лучшую консоль Про или One X Я говорю, ну, зависит от того, во что ты будешь играть Он говорит, ну, буду играть в PUBG, буду играть в... Короче, в шутаны он будет играть В Far Cry, еще что-то Я говорю, ну, возьми One X, потому что она меньше шумит Там железо самое лучшее Шесть тарафлопсов, как все дела, да И... В принципе, разницы никакой не будет Вот, тоже как-то его на темную сторону подталкивал Тем не менее Вот, друзья Собственно, могу отдельно заглянуть в каталог Xbox Game Pass И рассказать, что именно за игры в нем представлены Собственно, вот так выглядит интерфейс на консоли Пожалуйста, Game Pass От 30 рублей Первая доза бесплатна Друзья, за 30 рублей можно взять первый месяц За 14 дней можно вообще на халяву получить Это все классно Давайте посмотрим, что же по играм Тут есть сразу разделение Есть суперпопулярные игры Это которые прям очень хорошо пользуются И которые... Многие новинки, не знаю Forza Horizon 4 Офигенная гонка Mortal Kombat Rocket League Pro Evolution Soccer Это один из лучших футбольных вообще Симуляторов PUBG И так далее Это 50 игр Которые прямо сейчас доступны Можно просто их заходить, скачивать И... Даже вот ZO Tycoon, пожалуйста Devil May Cry Ну прям все по красоте 50 это не все Тут почему-то отдельно выделена Игра про мотоциклы Новинки Пожалуйста, новинки Что тут есть из нового? Собственно, Pro Evolution Soccer Modrunner Mortal Kombat Ashen игра вроде недавно только вышла Одна из лучших RPG Это Mutant Year Zero Ее показывали недавно мы на стриме Очень хорошая такая XCOM Style Агенты Майхема мне не очень понравилась Но тем не менее есть PUBG снова В общем, в общем Много, много, много всего Много и полный Где-то выбор для меня Персонализация Видимо на основе каких-то предпочтений Которые игр я раньше уже играл По алфавиту Бить, рубить, крушить, ломать Тоже тут много всего есть Ретро-игры и классические Отдельно выделены Это перенесенные с прошлой платформы Доступны тоже вам бесплатно Спортивные Гонки Охота И футбол И так далее Шутеры Полный список вообще всех игр Можно вот здесь посмотреть Нажимаем Показать все И пожалуйста Вот они По алфавиту И тут много-много Листать можно Друзья Реально За 600 рублей в месяц Первый месяц За 30 рублей А еще 14 дней Можно вообще бесплатно попробовать Эти игры Эти Tomb Raider Блин Топ Raider Это вообще топчик Хорошая игра Rush С диснеевскими героями Супер Saints Row Ну Тут море воров Хорошая кооперативная игра Не знаю как одного будет в ней играть Но прям замечательно State of Decay Про монстров Тоже неплохо Strange Brigade Игра в этом году вышла Хорошая Sunset Overdrive Помню Прямо на старте консоли Играл Такая она Кислотная Но может кому-то понравится Для детей вообще Вот этот супер тайтл Супер Lucky's Tale Хорошая игра Мне очень понравилась она Ну и Вот Division Блин игра Которая вас может Не знаю На месяца засосать В нее можно Играть Не переиграть Wolfenstein Вообще отлично И PUBG Снова И снова Tycoon В общем друзья Более 160 тайтлов И каждый месяц Этот список пополняется Я думаю Можно прям в это играть И играть И играть Давайте посмотрим Что еще есть В Меню Этой Консоли Собственно Главная страница Покажи Что у нас тут есть Еще есть подписка Xbox Live Gold Где-то Она находится Где Где подписка Это мои игры Не то Не то Не то Магазин Предложение Обзор игр Обзор Xbox Game Pass Это мы только что смотрели Где Gold Подписка Которая вы Продавать должны Главное Так А вот Игры со статусом Gold Gold Подписка Для игры По сети Кому-то она нужна Кому-то нет Но по этой подписке Тоже предоставляются Какие-то игры Каждый месяц Они бесплатны И когда вы их Единоразово Приобретаете Они у вас Постоянно Остаются На вашем аккаунте Можете В них Играть Так Ну смотрите Что у нас тут Про скидки Я рассказывал Да Предложение Со статусом Gold Ну в принципе Игры Вот Значительные Значительные Battlefield Universal Bundle Смотрите Стоил он Пять с половиной Тысяча Стоит Тысячу Вот Mirror's Edge Catalyst Отличная игра Пробегать Прыгать По стенам Такая Найна логиковая На тактику Стоила Тысяча Двести Сейчас Триста Рублей С подпиской И так далее И тому подобное Очень много Всего Очень Тут можно зайти В раздел Показать Все Где-то Вот он Показать Все И пожалуйста Вот тут Куча игр Куча Предложений Все это Есть Можем Заходить Смотреть Battlefield За 750 Рублей Ну это старая версия Конечно же Да Нужно понимать Что это не Что-то такое Прям Супер Новое Вот премиум пасс Для Battlefield 1 Это предыдущая часть 600 рублей В общем Друзья Для начала Вам даже Голд не понадобится Вам будет достаточно Приобретения Просто Xbox Game Pass И этих игр Вам Месяцев На 3 На 4 Абсолютно Точно Хватит Сможете Наслаждаться И потом Уже Если вдруг Понравится Можно эти игры Кстати приобрести Если вдруг Вам нужно Зачем Это делать Да Но Понадобятся другие игры Легко Заходите Покупаете Все доступно Все это Само собой За некоторые игры Приходится платить Но Не вижу В этом Ничего Зазорного Вот друзья В принципе Подытожив Примерно Все то Что я сейчас Сказал И Через 2 недели Новый год Друзья Вот Если у вас Болит голова Что же Подарить Вот реально Вот этот Если у вас Никогда не было В доме Консоли Или вы Не хотите Ребенку Покупать Компьютер Это Прямо Сразу Много потока Информации Дети Сто пудов Будут смотреть Сидеть Ютуб Они Столько там Гадости Всяко На смотрится Что Нет И Консоль Это Прямо Такое Классное Устройство Которое Позволяет Осознанно Подходить К выбору Контента Это Я считаю Что это Прямо Один из Главных Сейчас Вариантов Потому что ПК Гейминг Вот он Вот этим Вот Болеет Люди Играют Прямо Во все Что угодно Не Не Углубляясь В игры Не Подбирая Их А просто Все Можно Хорошо Если вы Покупаете Их Но Обычно Их Скачивают Это Прямо Ужасно Мозги Засоряются Консоль Гейминг Позволяет Обдуманно Выбрать Какую Например Одну Игру В месяц Купить Ее Пойти И Осознанно Ее Проходить Вот Прошел Ребенок Игру Такой Ты Прошел Игру Вот Давай Следующую Покупать Это Здорово Вот Дорный вариант Вот А еще Друзья Блин Вот Например Вот С этой Консолью Тут все Развалилось Вместе С ней Есть Бандлы Бандлы Это Последнее Про что Я расскажу Если вдруг Вы решитесь Купить Голая Консоль Стоит 16 тысяч Рублей Но Допустим За 20 тысяч Рублей Вы можете Купить Например С двумя Джойстиками Или За 20 тысяч Рублей Вы можете Купить Игру Сразу С Консолью Или Там Есть Варианты С Несколькими Играми Или Есть Варианты С Еще Чем В общем На самом деле Если вы Надумаете Зайдите На Яндекс Либо Зайдите В любой Ближайший Сетевой Магазин Аля М-Видео Или Эльдорадо Если у вас Они есть В городе И спросите А какой Бандл Продавец Ты мне Посоветуешь Вот И он Расскажет Там про Разные Игры Про то Что Входит Не Входит Но Скорее Все Не Расскажет Они Там Все Вот Такие Так что Лучше Смотрите В интернете Все Друзья Вот Теперь Точно Все На Это Заканчиваю Это Не Рекламный Обзор Действительно Хорошая Консоль И Рекомендую С вами был Андрей Сиротин Портал Гухру Пока